Чтобы подать заявление на сертификат онлайн, ну или через электронное письмо, нужно открыть вот эту страничку. Вот здесь приведен линк, по нажатию которого сгенерируется форма электронного письма. Для тех, кто использует приложение Google Chrome или Gmail, то можно нажать здесь и скопировать, вставить письмо в форму. Для этого должно быть соблюдено несколько условий для отправки имейла. Первое, что нужно там представить, ссылку на Google карта, об этом чуть-чуть позже скажу. И второе, это все фотографии и документы должны быть представлены в виде фотографий, которые могут быть прикреплены к этому письму. Если нажимаем здесь, появляется просто форма, которую можно скопировать и вставить в письмо. В общем, если нет возможности отправить электронное письмо, тогда на вот этой странице, про которую я рассказывал в прошлом видео, здесь на этой странице можно найти линк на формы. TripLog и Application Forms. Это две формы в одном файле. Если перейти, это RideLog, я про нее чуть позже скажу. И начиная с третьей страницы, здесь есть вот такая форма, где нужно указать свой адрес, ну какие-то личные данные, а также указать информацию о поездке. В принципе, вся та же информация здесь присутствует, что и в черновике электронного письма. Здесь можно выбрать вариант Package, ну или Приза, скажем так. Так, вот я выбрал вот этот, Full Monty, стоит 61 доллар 25 центов. Сертификат и сама процедура проверки стоит 45 долларов. Ну, это на сегодняшний момент понятно. В этой e-mail форме указываем свои данные, возраст, пол, дата рождения, имя, которое вы хотите, чтобы было указано в сертификате, ехали вы с кем-то еще или в одиночку, мотоцикл, модель и производитель. Значит, показания одометра и показания фактические. Я чуть позже покажу, какие там значения отправил я. Значит, сначала я заполнил свою личную информацию, и вот с этой строчки я могу показать, что я указал, что я ехал один, то есть, показал ноу, что у меня не было попутчика, название мотоцикла, вот год, урал, производитель и модель ST Solo. Одометр Miles, это сколько я накрутил миль на одометре, то есть 1629 километров, вот, а в милях по карте это получилось 1000 и 30 миль. Понятно, что спидометр не откалиброван, и он немножко тут, видимо, наврал. Далее идет ссылка на Google карты, сейчас покажу, как ее сделать. Далее нужно здесь перечислить от 3 до 5 городов, которые вы бы хотели, чтобы у вас были в сертификате. Вот я указал города, которые я проезжал во время сдачи на сертификат. Это города, в основном, в Орегоне, Юджин, Гратиспас, Мауншаст, ну, фактически вот эти города, где я заправлялся. Конечным пунктом был город Ванкувер, в штате Вашингтон, это моя была последняя заправка там. Она запрашивает, что вы хотите, какой пэкэдж, вот я уже показал вот этот Full Monty, который стоит 1 доллар 25 центов. И также еще вот здесь есть в конце письма такой пункт, что бы вы еще хотели дополнить к информации о вашей поездке. И здесь я указал, что вот мой первый чек из заправки не содержит адреса, но можно, значит, зайти на веб-сайт вот этих заправок Chevron и там вбить номер уникальной этой заправки и можно получить адрес. Вот, то есть я вот здесь это все объяснил, привел какой-то линк. Вот, и в принципе все. Пятый пункт, они указывают, что не забудьте прикрепить отсканированные копии документов. Ну и вот, собственно, копии, которые я прикрепил. Вот это мой первый чек, в котором нет адреса, только уникальный номер заправки, который можно найти на сайте и сайт выдаст адрес. Вот это второй чек, третий, вот я их все пронумеровал, чтобы было удобно разобраться. Семь, восемь, девять, десять чеков. Вот, они далее все сфотографированы в этом же порядке. Далее идет RideLog, то есть лог-файл поездки, где я фактически указал заправки, плюс вот у меня между четвертой и пятой заправкой была остановка, ну, для отдыха, скажем так, я там переодевался, потому что, значит, выезжал из горной местности, там уже становилось жарко, я где-то провел 20-30 минут, вот я указал адрес этого места, ну, и что вот провел там вот это время, вот. И далее я еще между пятой и шестой заправкой тоже фактически в районе вот этого места, только уже по дороге назад остановился и тоже там на 20-30 минут тоже что-то там перекусил, снял видео, там сделал парочку фотографий, вот, по-моему, там уже начало холодать, я там пододел штаны, ну, уже точно не помню. Ну, и все, шестой, седьмой, восьмой, вот эти пункты, это чисто пункты заправок. Все, это конец письма, значит, я прикрепил только фотографии и вот этот лог. Как сохранить адрес, допустим, выбираем две точки, вот, конечно, здесь их будет больше, вот, далее мы переходим вот сюда в меню и нажимаем вот этот share or bad map, и нам он генерирует линк, который мы копируем и вставляем в e-mail. Так, ну, и, значит, 6 августа я получил письмо со ссылкой на PayPal, что вот оплатите 61 доллар 25 центов до 21 августа. Ну, идет вот сама кнопочка, куда можно перейти и оплатить. Итак, наконец-то пришел конвертик, вот, желтый, а в нем еще два конверта. Конверта один с наклейками, с шевроном и значок и подкладка под номер. Вот, называется Full Monty. И второй с документами, здесь сертификат, письмо о том, что, ну, участник, если сдал зачет, то принимается в клуб, там присваивается номер, ну, и так далее. Рассмотрим сейчас наклеечки. Две наклейки. Значит, это шеврон или пэтч, как он правильно называется. Вот это значок, и тут предупреждение, что его нужно аккуратно там прокалывать. Он предназначен для толстых кожаных курток или жилеток. Подкладка под номер. Вот ее можно или так, или вот так, чтобы это все было сверху. Ну, значок довольно увесистый. Вот здесь два таких штыряка. Они приклеены, по-моему, и могут сломаться там. Вот, кстати, в письме тоже предупреждение, что нужно аккуратно одевать. Их, и вот эти две закруточки. Круточки.